Всем привет, это я Роман Ичин и это настоящее русское поле или равнина, как хотите ее называйте. Именно сегодня мы выбрались на природу и именно сегодня я вам хотел рассказать о новостях китайских гаджетов. Да, возвращается эта рубрика, которую я пытался тестировать на своем новом в то время февральском канале Роман Ич 2.0, но там как-то не потянул я это все на два канала и сейчас возвращаются под новым названием Гикпанда. Создали мы еще также Гикпанда паблик, где вы можете знакомиться с новостями китайских гаджетов. Ссылка на него будет в описании и обязательно туда подписывайтесь. Там текстовые новости, здесь в новости видеоформата и постараемся эту рубрику выпускать еженедельно. Я так подумал, что в рамке моего канала она реально нормально впишется. Один раз в неделю новости китайских гаджетов, вы умненькие, не только развлекаетесь, но еще и знаете, что происходит в мире технологий. Погнали! Прямо сейчас вы меня можете поздравить, потому что я забыл сценарий, поэтому сейчас будет все то, что я в голове накопил и плюс начитка по ходу информации. Но, несмотря на все это, я же составлял сам эти новости. Я прекрасно знаю, о чем там говорилось. Сегодня мы с вами говорим о новиночке, о красавчике Honor Note 9, который в скором времени должен выйти. О Nokia 8 и о Nokia 9. Да, не удивляйтесь, это новости китайских гаджетов. Но мы тоже поговорим о Nokia, потому что Nokia это стал практически главный ньюсмейкер последнего времени. И также о вашем любимом Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Вы прекрасно знаете, что в этом году компании просто массово заболели эпидемией безрамочных экранов. И Honor Note 9 не стал исключением. В данный момент об этой новинке известно, конечно же, мало. Но что точно известно, что это будет безрамочный экран. А также то, что Honor в очередной раз не упустит возможность поиметь бабок. Нет, не удержусь. Вездесущие инсайдеры сходятся во мнении, что дисплей будет 6 дюймов или чуть больше. С 2.5D защищенным стеклом, чипсетом Kirin 960, 6 гигабайт оперативы и дальше все по накатанной. Сдвоенная камера, сканер отпечатков пальцев сзади. И только уже по этой причине яблочники его уже никогда не купят. 5000 мАч батарея и дебют его ожидает в конце сентября. Nokia в этом году нам уже показала 4 новинки. Но это еще не финал. Вот знаете, есть такая поговорка. В одну реку нельзя войти дважды. А есть такая возродившаяся компания Nokia, которая всячески пытается задушить эту философию. За 2017 год пацаны выпустили уже Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. А до конца года еще планируют выпустить 4 смартфона. Это будет Nokia 2, крайне бюджетная модель. Nokia 7, который займет средний эшелон. И то же самое пророчили Nokia 8. А буквально в последние дни прилетела совсем другая информация. Например, то, что у Nokia 8 будет уже процессор ничуть не хуже, чем у Samsung Galaxy S8 или Xiaomi Mi 6. Да и к тому же 4 гигабайта оперативы и 64 гигабайта накопитель и стоимость менее 600 евро подогревают интерес ценителей этой компании. Nokia, как мы знаем, покровительница чипсетов Qualcomm. И MediaTek ее не интересует и даже не стоит каким-то там лакомным пряником заманивать. Поэтому у Nokia 9 будет тот же самый процессор Snapdragon 835, OLED-дисплей, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, батарея 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 8-мегапиксельная фронтальная камера и лазерный автофокус, прямо как у iPhone 8. Не знаю, как мне кажется, но минимальная задача на 2017 год у возобновившей свою работу компании Nokia это дать наклык практически всем китайским брендам подобраться ближе уже к какому-нибудь HTC или Sony и уже в 2018-2019 году нагибать Samsung. До презентации вот этого смартфона осталось всего лишь на момент записи этого видео 7 дней. 26 июля в 19.30 по Москве компания Meizu представит на весь мир свою новинку Meizu 7 Pro. И знаете, в интернете было куча информации. Пытались разбираться, как да что инсайдеры сливали то одну, то другую информацию, появлялись постоянно фотки. Но на данный момент известно, что выглядит он примерно так, что у него будет второй цветной дополнительный дисплей, которым на презентации нам расскажут, зачем же все-таки он будет использоваться. И еще знаете, что известно, что у Meizu Pro 7 будет еще один брат, Meizu Pro 7 Plus. И главное отличие этого брата от Meizu Pro 7 это отсутствие второго дисплея. Ну да, и конечно, Meizu Pro 7 Plus не покажут на презентации 26 июля, а выйдет он гораздо позже. Под капотом у этого красавца фигурирует 10-ядерный чипсет Mediatek Helio X30. Также подтвердилась информация о сдвоенной тыльной камере устройства с двумя 12-мегапиксельными сенсорами IMX386 от японской Sony. 5,2 дюйма основной дисплей с Full HD разрешением, вспомогательный экран на тыльной панели и интегрированный в домашнюю клавишу сканер отпечатков пальцев. При этом дополнительный экран новинки по слухам будет показывать уведомления, позволит работать с виджетами и сможет выступать в роли видоискателя основных камер. На этом сегодня и все, это был первый выпуск новостей GeekPanda. Ждите следующий выпуск после презентации Meizu 26 июля, там уж будет точно пища для информации и размышления. Сделаем выпуск, расскажем, что же все-таки представила Meizu и что же рассказала, и подтвердились вот эти вот все инсандерские слухи. Или нет, не забывайте подписываться на паблик GeekPanda. Сзади едет машина, я это прекрасно понимаю. И Херман этот забьем, потому что мы пишем новости. Ну и самое главное, что сегодня в жаре и даже без сценария нам удалось справиться, и никакие тачки нам не помешают. Огромное спасибо, что смотрели, ну и поддержите лайчины этот первый выпуск. Все, давайте, красавцы. Пока.